Понедельник. В Красноярске задерживают и не выпускают более 20 рейсов. Затем всю неделю ежедневно пассажиры вынуждены часами ждать посадки. Причина – смог, накрывший Сибирь из-за лесных пожаров в Якутии. Огонь в граничащем с Арктикой регионе бушует больше месяца. По данным Минприроды Якутии, сейчас в регионе горит более 6 миллионов гектаров леса, однако тушат только один из них. Несмотря на это, в операции задействованы 4,5 тысячи человек и 700 единиц техники. Такие силы на борьбу со стихией были брошены не сразу, а только в конце июля. При том, что первые очаги были зафиксированы еще в середине мая. Жители северного региона активно призывали в соцсетях начать тушить леса и возмущались, почему помощь была оказана Турции, позже Греции, а про Якутию чиновники говорили нерационально. Такое отношение не оценили не только рядовые граждане, но и многие специалисты. Это люди, говорят, не профессионалы, это люди, которые не ратуют за страну, не ратуют за ее, так сказать, лесные богатства, за экологию и все остальное прочее. Только так можно суть. Пожар нужно обязательно тушить. Но тема возгораний в Якутии постепенно набирала обороты в медиапространстве. Отчасти от того, что активисты обратились за помощью к всемирно известному зарубежному актеру Леонардо Ди Каприо и особенно после того, как дым от лесных пожаров распространился на тысячи километров. В итоге вопрос подняли на совещании главы МЧС Евгения Зиничева с Владимиром Путиным. Среди предложений в два раза до 14 миллиардов рублей увеличить количество средств для борьбы с огнем и вернуться к советской системе управления. Другая проблема, которую обсудили в ходе совещания – ответственность арендаторов лесных участков. Министр МЧС предложил вернуть обязанность по тушению пожаров на используемых территориях и в буферной зоне, протяженность которой составит 5 километров. Также арендатор должен будет отвечать за неоказание мер по локализации возгораний и выход огня за границей участка. Причина такого предложения – анализ пожаров двухгодичной давности. Тогда 90% термоточек находились в зоне лесозаготовок. Значительная часть пожаров в той же Якутии и в Иркутской области, в других регионах, где заготавливается древесина, возникают от лесосек после сжигания порубочных остатков. Чем чаще пожары возникают, тем больше леса уязвимы становятся к огню и меньше способны ему противостоять. Даже низовой пожар, когда он проходит, после этого в соответствующих условиях может подниматься сухой травостой, который высыхает и к весне или к осени года накапливается горючий материал. Еще одной причиной катастрофы, считают эксперты, мог стать запланированный поджог, который вышел из-под контроля. В то время было популярно поджечь лес, а потом его разработать. Потому что горельники, по правилам, должны были использованы в самые кратчащие сроки. Причем стоимость горельника была в разы меньше, чем стоимость зеленого леса. Поэтому было умышленно, и на Руси это было принято, что поджигай, а потом вырубай этот лес. По словам ученого, один из самых популярных способов создать возгорание – взять животное, кошку или собаку, привязать к хвосту жестяную банку с горючим и поджечь его. В панике зверь начинает метаться по лесу. Именно так и начинается пожар. Это могло стать одной из причин катастрофы в Якутии. С мнением об умышленном поджоге согласен и алтайский единоросс по-гоголевски горящей фамилии Александр Огнев. По одной из озвученных им версий – причина пожаров – диверсия иностранных спецслужб. Есть такие мифы, что прилетают какие-то инопланетяне или пробираются какие-то враги и поджигают леса. Это глупости, никакие внешние силы на это не действуют. Искать проблему, говорит Грибков, нужно среди местных жителей. В 90% случаев возгорания происходят по вине человека. Причинами становятся дизельные генераторы, костры и неправильно функционирующие выхлопные трубы автомобилей. Существующая система предотвращения огня, по мнению экспертов, неэффективна. В случае дальнейшего отказа от модернизации отрасли пожары продолжатся, и это приведет к глобальным изменениям климата. В том числе пострадает и наш регион. Был проведен на глобальном уровне анализ ситуации, что может происходить с лесными системами, в случае, если идет изменение климата. Оно идет изменение климата, повышается температура и так далее. И вот несколько мест на территории России, в том числе Алтай, они попадают в так называемую красную зону. То есть это потенциально возможные большие пожары. И эти пожары могут привести к потере кислорода, выбросу в атмосферу парниковых газов и оттаиванию вечной мерзлоты. А ведь именно на сваях, вбитых в лед и стоит большинство зданий в северной части страны. Все это суммарно приведет планету к катастрофичной и неконтролируемой ситуации. Нужны превентивные меры. Только так получится замедлить темпы климатических изменений. В экологическом сообществе высказывают разные варианты действий. И самый радикальный из них – запрет на посещение лесов вне выделенных зон. Но Алексей Грибков считает, что меры должны быть комплексными. Первое – это воспитание людей, чтобы они ответственно обращались с тем же огнем, не допускали возникновения пожаров. Второе – восстановление службы лесной охраны, которая была уничтожена, разрушена во время реформ этой сферы, этой отрасли в стране. Третье – финансирование в необходимых размерах и самого лесного хозяйства, и службы лесной охраны, в том числе службы тушения лесных пожаров. Сейчас СМОК продолжает накрывать город за городом. Вот фото из соседнего региона, Горного Алтая, а это небо Бийска. В Красноярске на неделе объявили режим черного неба. Дымка накрыла даже Екатеринбург, Салихарт и Нурсултан в Казахстане. По прогнозам сайта IQ Air, который занимается мониторингом загрязнения воздуха, этот показатель в Барнауле превышен в 4 раза. Города Барнаул и Бийск минувшие выходные были окутаны дымкой, что жители связались с лесными пожарами в Якутии. Действительно, в некоторых городах Сибири наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы, вызванное якутскими пожарами. Местный гидромедцентр считает, что причиной снижения видимости стал туман. Однако горожане ощущают запах гари, несмотря на то, что дымка над Барнаулом не такая плотная, как летом 2019-го. Дышать как-то труднее стало, то есть воздух довольно-таки насыщен углекислым газом. Ну и в принципе тушно очень стало на улице. То есть солнца мы практически не видим из-за того, что вся территория Алтайского края получается покрыта вот этим каким-то дымом. Выезжаешь из города, хорошо становится, потом заезжаешь назад, и уже голова болит, трещит. То есть, думаю, воздух стал хуже. Вижу, когда особенно с горы спускаешься, видно, блин, над городом висит, да, есть проблемы. У меня идеальное здоровье, отличные легкие, мне не мешает. Но я понимаю, что некоторым может быть тяжело. Дышать труднее стало наверняка из-за того, что количество углекислого газа повысилось в воздухе. Некий парниковый эффект даже наблюдается за счет того, что солнце заслонено дымкой. И в целом жить стало гораздо труднее. Если раньше пожары в Якутии заканчивались с приходом дождей, то теперь экологи говорят об увеличении сроков. Высока вероятность появления очагов, где огонь не потухнет, даже зимой. Именно поэтому смог продолжит распространяться. В зависимости от скорости и направления ветра может пострадать практически любой регион планеты. Тяжелее всего придется людям с заболеванием органов дыхания. И решить эту проблему можно только реанимировав лесную отрасль. Артем Гусельников, Александр Антропов, Данил Захаров. День с толком.